Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас BMW E60 2006 года выпуска. Это 530 BMW, полный привод. Вчера у ребят получилась такая ситуация. На повороте попали в яму правым колесом и выскочил привод. Передний правый привод, внутренняя граната, выскочил из, получается, трешипник из гранаты вылетел. Все там захрустело, затрещало, встали. Поехал туда, взял инструмент, поднял на месте автомобиль, открутил две нижних шаровых и привод вставили на место. Похоже, что и вал подогнуло, обратно ехали, пощелкивало, похрустывало. Привод однозначно под замену внутренней. Надо смотреть, может быть, и вал тоже под замену. Сейчас подниму, посмотрю. Но из-за чего это все произошло? Это не просто так. На переднем рычаге, внизу два рычага, передний и задний рычаги алюминиевые. На переднем рычаге сайлентблок, он уже пробитый, он нормально не отрабатывает. А на втором рычаге шаровой болтается. Поэтому свободный ход и на том, и на том позволяет. Колесу, видать, амплитуды достаточно, чтобы выскочил привод. Хотя я с такой проблемой еще не сталкивался на BMW. Но вот тем не менее она произошла. Попробую показать, если будет видно. Да, вот все в смазке. Пыльник не одет, и мы его уже не одевали. Но просто вставили гранату там, как было удобно. Сейчас поднимем, снимем защиту. Посмотрим, что у нас с самой гранатой случилось. И уже будет видно, что будем делать дальше. Приступаем. Пришли у нас запчасти. Сейчас мы подняли. Снимаем обе пластиковые защиты. Переднюю и вот эту среднюю. На передней мы по бокам откручиваем крестовой отверсткой самореза. Они держатся и откручиваем два болта на 13. Теперь мы здесь откручиваем головкой на 8-10 саморезов. Здесь частично их нету, отсутствует. Где-то хомут стоит пластиковый. Сейчас его обрежем и снимаем вторую защиту. Так, ну что. Снимаем защиту. Теперь снимаем вот этот маленький пыльничек пластиковый. Здесь три самореза, головка на 8. и вытаскиваем его. Вот он привод. Сейчас подлезть к нему удобно. Здесь получается, видите, все это выскочило. Пыльник сорвало. И с три шипника слетели подшипники. Подшипники все у меня. В принципе, осталось все целое. Хорошо, что не поехали дальше. Сейчас мы меняем нижний рычаг. На нем шаровый болтается. Вот если посмотреть. Из-за чего это все и получилось, что люфт в шаровой и люфт в переднем сайлентблоке на повороте попал в яму и вырвал. Вот она шаровая, ходит ходуном. Сейчас мы меняем этот рычаг и меняем на переднем рычаге с обоих сторон вот эти большие сайлентблоки. Снимаем и перепрессовываем. Ставить будем неоригинальные, лимфердер. Для этого мы откручиваем здесь болт. Вот я начал крутить здесь шаровую опору. Откручиваем. Она, кстати, стала прокручиваться, палец. Сейчас буду что-то думать. Как-то фиксировать, поджимать рычаг и пистолетом откручиваю ее. Откручиваем рулевой наконечник. Хотя посмотрим, будем, не будем откручивать. И откручиваем обязательно вот этот рычажок на регулировку фар. положение на дороге. Поэтому здесь у нас головочка на 10. Здесь сзади надо держать ключиком на 10. Можно держать шток, чтобы он не прокручивался. так вот мы его открутили. Откручиваем шаровые рычаги. Здесь открутили болт. Болт на 18. И что неудобно, здесь гайка не приварена. Хотя, с одной стороны, удобно, что если что, ее можно заменить. Сзади держим гайку ключом на 18. И уже выдергиваем болт. И болт на 18 головка, и гайка на 18. Теперь мы открутили шаровую опору. Здесь ключик на головочка на 23. Здесь расклепали, когда на дороге пытались снять, очень неудобно было, лежали, чтобы привод на место воткнуть, хоть доехать, чтобы можно было. головка здесь на 23, на шаровую, на вторую. Откручиваем ее и снимаем. Здесь у нас, как и на переднем рычаге, на 18. И гайка на 18, и болт на 18. Выдергиваем болт, и рычаг наш снял. Теперь нам удобно. Мы можем легко отодвигать и уже здесь заниматься пришипником, приводом, пыльником, даже не откручивая его со ступицы. Перепрессовываем сайлентблокер. Ну что, выпрессовываем сайлентблок, метим метку здесь. По центру ставим, как он у нас будет сюда идти. Вот так вот проводим. И вот здесь делаем полоску. Это у нас будет центр, вот этот конус. Новый сайлентблок также по этому центру и поставим. Рыбин. КОНЕЦ И давим Ну что, вот так у нас он вышел Эти съемные у него Сейчас мы берем новый сайлентблок И на новом сайлентблоке сразу пометим Новый сайлентблок будем использовать фирмой Лимфердер 36194.01 Вот такой вот сайлентблок Теперь мы берем его И аналогично этому по прорезю Примерно ставим Вот так вот И вот здесь по этой полоске Мы отмечаем полоску на самом сайлентблоке И додавливаем дальше КОНЕЦ У capsul... - все старый мы выписывали берем новый и ставим по метке как моего метель для этого возьму ВД-шкой здесь смажу и также смажу соленбокс Субтитры сделал DimaTorzok 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 Делал отметку и по отметке сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оправки у меня в комплекте были здесь получается одна оправка 82-72 а внутренняя оправка получается где она где она размер 70 на 60 получается оправка в оправку входит поэтому перепрессовал легко аналогичным образом сейчас перепрессовываем вторую сторону и устанавливаем Субтитры сделал DimaTorzok Потом одеваем пыльник, одеваем подшипники и набиваем смазки во внутреннюю гранату и уже одеваем и зажимаем хомуты и здесь и здесь Пыльник мы будем использовать фирмы Febi Номер его 27102 В комплекте идет вот такой вот пыльник Почему то он не фигурный у нас Непонятно По форме такой же А там вставка фигурная В пыльнике стоит фигурная вставка по внутренней гранате мы вставку эту переставим И идет стопорное кольцо на три шипника Стопорное кольцо на гранату И два хомута Также идет в комплекте смазка Смазки здесь 90 грамм Сейчас снимаем три шипника Стопорное кольцо я уже снял Так, ну что, сняли три шипника И снимаем хомут Вот фигурная вставка Про которую я говорил Мы ее переставим Одеваем новый пыльник И одеваем три шипника Пришипник собрал И одеваем стопор Так Одеваем стопорное кольцо Новое Разжимаем его И заводим В паз Все, кольцо мы стопорное одели Теперь набиваем смазки В гранату В гранату В гранату В гранату В гранату Настопор В гранату Откры В гранату И вставляем наш привод. И одеваем пыльник. Все, пыльник мы надели. Теперь мы оба хомута зажимаем и потом уже ставим рычаги. Здесь есть посадочное место. Вот она. Все, этот хомут зажал, теперь зажимаем второй. Все, второй хомут тоже зажали. Пыльник у нас сидит крепко. Теперь ставим рычаги. Нижний рычаг один мы перепрессовали сайлентблок, а второй рычаг мы используем новый. Будет он у нас фирмы SEDEM 21457. Вот такой вот рычаг. Снимаем защиту. И устанавливаем. Наживляем гайку. И также устанавливаем его в цапфу. И тоже наживляем гайку. Теперь ставим передний рычаг. Заживляем осторожно. Заживляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Также мы наживляем гаечку на датчик И теперь протягиваем все эти болты Вот ветер буйствует Ну все, смотрите, затянули все Все болты Также рычаг с этой стороны Болты и гайку все затянули Обе шаровые здесь затянули Здесь рычаг затянули Пыльник поставил Привод у нас все Стоит на месте Теперь устанавливаем Обе наших защиты Опускаем и ставим колеса Стоит на месте Наживляем и протягиваем Защиту установили И переднюю, заднюю Где не было Поставил капроновые хомутики Колеса поставил Сейчас опущу, протяну Это секретка здесь На этом замену мы закончили Вся причина была Из-за того, что Были лишние зазоры В шаровых, в сайлентблоках Из-за этого на повороте Колесо ушло настолько Что выскочил привод На этом все Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!